Такого рода обнаружение действия страстей подает повод допустить в них еще два рода, деля их на плотские и душевные. Плотские в теле зарождаются и тело питают и услождают, а душевные из душевных склонностей исходят и душу питают, на тело же нередко действуют разрушительно. Эти последние врачуются простым врачеванием сердца, внутренним, а плотские двояким лекарством врачуются и внешним, и внутренним. Поясним нечто и сказанное более пространным рассуждением. Страсти, чревоугодия и блуда, коренясь в теле, возбуждаются иногда без содействия души по одному раздражению потребностей, из которых исходят, но влекут и душу по ее связи с телом. Для обуздания их недостаточно одного напряжения душевного против них вооружения. Но надо при этом укращать и самое тело постом, бдением, истомлением посредством труда. Нужно бывает и временное уединение, а нередко и совсем отшельничество. Ибо как они происходят от порочности души и тела, то и побеждены быть могут не иначе, как трудом обоих. Тщеславие и гордость зарождаются в душе без посредства тела. Ибо какую нужду имеет тщеславие в телесном чем, когда из-за одного желания похвалы славы доводит до падения плененную им душу. Или какое телесное действие имело место в возгордении Люцифера, когда он зачал его в одной душе и помышлении, как говорит пророк, «Ты говорил в сердце своем, взойду на небо, буду подобен Всевышнему». Исайя 14.14. Не имел он в такой гордости подстрекателя совне. Она и зародилась и созрела вся внутрь его. Эти восемь страстей, хотя имеют разные происхождения и разные действия, однако шесть первых, то есть чревоугодие, блуд, серебролюбие, гнев, печаль, уныние, соединены между собой и особым неким сродством, по коему излишество предыдущее дает начало последующее. Ибо от излишества чревоугодия необходимо происходит блудная похоть, от блуда – сребролюбие, от серебролюбия – гнев, от гнева – печаль, от печали – уныние. Потому против них надо сражаться тем же порядком, переходя в борьбе с ними от предыдущих к последующим. Чтобы победить уныние, сначала надо победить печаль. Чтобы прогнать печаль, прежде нужно подавить гнев. Чтобы погасить гнев, нужно попрать сребролюбие. Чтобы историровать сребролюбие, надо укоротить блудную похоть. Чтобы подавить блудную похоть, надо обуздать страсть чревоугодия. И остальные две страсти – тщеславие и гордость – таким же способом соединяются между собой. То есть усиление первой из них дает начало другой. От чрезмерного тщеславия рождается страсть гордости. Таким же порядком и победа над ними приобретается. То есть, чтобы истребить гордость, надо подавить тщеславие. Но с теми шестью страстями они не соединяются родовым образом. Ибо не от них рождаются, а напротив, по истреблению их. В эти две страсти мы впадаем особенно после победы и восторжествования над прочими страстями. Впрочем, хотя эти восемь страстей в таком же собой находятся отношения, как теперь показано, а однако же честнее они разделяются на четыре союза. Блудная похоть особенным союзом соединяется с чревоугодием. Гнев с сребролюбием, уныние с печалью, гордость с тщеславием. Каждая из страстей ни в одном виде проявляется. Так чревоугодие бывает трех видов. Или порождает пожелание, и есть прежде установленного часа. Или ищет многоястие до объедения, не разбирая качество пищи. Или требует лакомой пищи. Отсюда беспорядочное едение, походе, обжорство и сластолюбие. От этих трех происходят разные злые недуги в душе. От первого рождается досадование на монастырский устав. От этого досадования возрастает недовольство жизни в монастыре до несносности, за которой скоро следует обычное бегство из монастыря. От второго возбуждается плоская похоть и судострастие. А третья вергает в церебролюбие и не дает места нищете Христовой. Блудные страсти три вида. Первый совершается через смешение одного пола с другим. Второй производится без смешения с женщиной, за которой от Господа был поражен Анан, сын патриарха Иуды, Б. 38.9, и который в Писании называется нечистотою. Третий производится умом и сердцем, о котором Господь в Евангелии говорит. Кто смотрит на женщину с вожделением, тот прелюбодействовал уже с нею в сердце своем. Эти три вида... Апостол указал в следующем стихе. Умертвите члены ваши, которые на земле блуд, нечистоту, похоть и прочее. Серебролюбие три вида. В первом оно не дает отрекающимся от мира обнажиться от всякого имущества. Во втором оно заставляет того, кто уже все раздал бедным, снова приобретать такое же имущество. В третьем оно разжигает желание к приобретениям и того, кто ничего прежде не имел. Три вида и гнева. Первый тот, который пылает внутри. Второй тот, который прорывается в слово и дело. Третий тот, который горит долгое время, называется злопамятством. В печали два вида. Первый, что посещает по прекращении гнева или причиняется нанесенными убытками и потерями и неисполнением желаний. Второй происходит от опасений и страхов за свою участь или от неразумных забот. Уныние два вида. Один извергает сон, а другой гонит из кельи. Счиславие, хотя многовидно, однако же главных у него два вида. Во-первых, превозносимое плотскими преимуществами и видимыми вещами, а во-втором воспламеняемся желанием суетной славы из-за духовных предметов. Гордости два вида. Первый плотской, второй духовный, который гибельнее первого. Он особенно искушает тех, которые преуспели в некоторых добродетелях. Хотя эти восемь страстей искушают весь род человеческий, впрочем, не на всех одинаковым образом нападают. Ибо в одном главное место занимает дух блуда, в другом преобладает гневливость, в ином властвует тщеславие, а в другом гордость господствует. Так что, хотя все страсти на всех нападают, но каждый из нас различным образом и порядком раболепствует им. Двадцать. Посему нам надо вести брань с этими страстями, так, чтобы всякий, открыв, какая страсть особенно вредит ему, против нее, главно направлял и борьбу, употребляя всякое старание и заботу, для наблюдения за ней и подавления ее, против нее направляя копии ежедневных постов, в нее бросая ежеминутно стрелы сердечных стинаний и воздыханий, и непрестанно проливая слезы в молитве к Богу о прекращении метущей его брани. Ибо никто не может восторжествовать над какой-либо страстью, пока не убедится, что своим тщанием или трудом не может одержать победу над нею. Хотя при том ему, чтобы очиститься от нее и самому, необходимо день и ночь пребывать во всяком труде и всякой заботе о том. Когда такой борец почувствует, что освободился от первейшей своей страсти, тогда опять должен с полным вниманием рассмотреть тайники своего сердца, чтобы, увидев, какая затем еще есть в нем сильнейшая сравнительно с остальными страстью, против нее в особенности подвигнуть все духовные оружия. Побеждая таким образом всякий раз первейшие в себе страсти, он скорее и легче будет одерживать победу над остальными, низшими их. 22. Когда одержишь победу над одной или несколькими страстями, не должно тебе превозноситься этой победою. Иначе Господь, увидев надмене сердца твоего, перестанет ограждать и защищать его, и ты, оставленный им, опять начнешь быть возмущаем той же страстью, какую и победил. Было при помощи благодати Божией. И пророк не стал бы молиться, не предай Господи зверям душу, исповедующуюся тебе. Солом 73, 19. Если бы не знал, что возносящиеся сердцем опять предаются страстям, которые победили, чтобы смирились. Пятое. Борьба с восемью главнейшими страстями. Изображая борьбу с восемью главными страстями, будем описывать свойства их, указывать причины и предлагать приводные против них врачества. А. Борьба с чревоугодием. Первый, в какую следует нам вступить, борьба есть борьба с чревоугодием или со страстью присущения. 25. Касательно образа воздержания в пище или постничества, не может быть постановлено одинаковое для всех правило, потому что не у всех тел одинакова крепость. Добродетель же это соблюдается не одной силой души, но должна соразмеряться и с силой тела. Не для всех возможно соблюдать пост по неделям. Некоторые не могут быть без перенятия пищи более трех или двух дней, а иным трудно пробыть без пищи до заката солнца. Не для всех так же питательные овощи или зелия или сухой хлеб. Еще. Иному для насыщения нужно два фунта, а другой чувствует тягость, если съесть фунт или полфунта. Но все воздержники должны иметь одну цель, что, принимая пищу по мере способности, не вдаваться в присущение. Ибо не только качество пищи, но и количество расслабляет душу, возжигая в ней вредоносный и греховный огонь. Какими бы яствами ни было насыщаем от чрева, от этого зарождаются семена похоти плотской. И ум, подавленный бременем яств, не бывает уже силен добре править кормилом рассуждения. Ни одно чрезмерное употребление вина опьяняет ум, но и излишество всяких яств обыкновенно делает его шатким и колеблющимся, и лишает чистых и непорочных помышлений. Для садамлян причиной их развращения и погибели было не одно пьянство, но и присущение чрева. Слушай, как Господь через пророка укоряет Иерусалим. Иезекииле 16.49 Отчего согрешила сестра твоя, Содома, если не от того, что ела хлеб свой до сыта и присущения? Поскольку через такое насыщение хлебом они разжены были неугасимым жаром похоти плотской, то по суду Божью были с неба пожжены серным огнем. Если таким образом их одна чрезмерность в употреблении хлеба по страсти и присущения низвергла во стреминную пропасть развращения, то что сказать о тех, которые при святущем здоровье тела позволяют себе есть мясо и пить вино в непомерном количестве, употребляя их не сколько требует немощь, а сколько внушает самоугодливое похотение? Святые отцы меры воздержания в пищу положили то, что пищу, которую принимают, заставляет нас необходимость. Воздерживать жизнь тела переставали мы вкушать, когда еще хочется есть? Судя по этому, и немощное тело может являть добродетель воздержания в совершенстве наравне с крепкими и здоровыми, если силы и воли будут обуздывать пожелания яств, когда этого не требует бренность плоти. Ибо и апостол говорит, не творите похоти плоти. Он не совсем запретил иметь попечение о теле, а не велел только, чтобы это делалось по похоти. Похотливую заботу о плоти отъял, а разумного, необходимого для жизни содержания ее, не исключил. Запретил первое, чтобы через поблажку плоти не не спали мы до пагубных дел похотливых, а дозволил второе, чтобы тело, будучи расстроено неразумной строгостью, не оказалось бессильным к исполнению духовных наших занятий и трудов. Итак, мир и воздержание должна быть определяема судом совести каждого. Всякий должен назначить себе, насколько воздерживаться, сколько требует этого брань плотского восстания. Посты, уставом определенные, все, конечно, должно соблюдать, но если после них не будет соблюдаема воздержанность в употреблении пищи, то соблюдение их не доведет до совершенной чистоты. Голодание в продолжительные посты будет иметь плодом только временное, в ту пору изнеможение и истомление тела, а не чистоту целомудрия, если вслед за тем пойдет насыщение тела вдоволь, так как чистота души неразрывно связана с голоданием чрева. Не имеют постоянной чистоты целомудрия, кто недовольствуется тем, чтобы держать постоянную ровность в воздержании. Строгие посты, если за ними последует излишнее послабление себе в пище, бывают ни во что, и плод их скоро вытесняется страстью чревоугодия. Почему лучше разумное с умеренностью подкрепление себя пищей каждый день, нежели по временам долгий и крайне строгий пост? Неумеренное неедение умеет не только колебать постоянство и твердость души, но и совершение молитв делает безжизненным по причине изнеможения тела. Для сохранения чистоты души и тела недостаточно одного воздержания в пище, если к этому не будет присоединены и прочие добродетели душевные. Так, первонаперво надо научиться смирению через добродетель послушания, сокрушение сердца и утомление тела. Денег не только имение должно избегать, но и самое желание их с корнем исторгать, ибо недовольно не иметь их, что в большей части бывает и по необходимости, но не должно допускать самого желания иметь их, если б случайно они были предложены. Надо б на ярость гнева подавлять, отяжеление печали преодолевать, суетную славу презирать, высокомерие гордости попирать, а также и ума непостоянные шатательные туда и сюда отбегания обуздывать непрестанным памятованием о Боге. Всякий раз надо бы нам возвращать сердце наше от парительного блуждания к созерцанию Бога, как только лукавый враг, покушаясь отмечет ум наш от этого созерцания, вкрадется в тайники сердца. Тот никогда не может подавить возбуждений в похоти, когда она загорится, кто не силен бывает обуздать позов в чревоугодия. Чистота внутреннего человека распознается по совершенству сей добродетели, ибо никак не поверишь, чтобы мог поспорить в борьбе с сильнейшими соперниками тот, кого видишь преодолеваемым слабейшими в легкой схватке. 31. Итак, первое нам надо попрать похотчевоугодие и ум свой утончить не только постами, но и бдениями, а также чтением и непрестанным сокрушением сердца при воспоминании о всем, чем прерщены или побеждены были, то стеня причувствия ужаса от множества грехов, то горя желанием совершенства и чистоты. И до того надо его довесть, чтобы он, будучи занят и как бы поглощен такими подвижническими трудами и помышлениями, самое подкрепление себя пищей и почитал им не столько дозволенным предметом удовольствия, сколько бременем, наложенным в виде наказания, и приступал к нему более как к неизбежному, необходимому для тела, нежели сколько как к желательному для души. Если будем себя постоянно держать в таком духовном попечении и сокрушении, то скоро укротим походливость плоти, доходящую до крайнего неистовства при подогревании ей яствами и притупим пагубное жало ее. Так можем мы приобили слез и непрерывности плача сердечного угошать печь тела нашего царем вавилонским, то есть дьяволом, в нас возжигаемое, через подстроение нам случаев ко грехам и возбуждения страстей, которыми тогда мы, подобно прибавке нефти и смолы в печь, сильнее разгораемся на непотребное, пока благодатью Божией чрезвение и ее духа родственного в сердцах наших совсем не будут потушены в нас плама в похоти плотской. И вот наше первое состязание желанием совершенства погашать похоть пространно питание и чревоугодие, чего ради не только излишних яств желание надо подавлять созерцанием добродетелей, но и необходимую для естества нашего пищу, как неблагоприятную целомудрию, принимать небеззаботливой осторожности сердечной. И течение нашей жизни должно установить таким образом, чтобы ни в какое время не отвлекаться от духовных занятий, а разве только когда слабость тела понудить не зайти к необходимому о ней попечению. Но и когда, более удовлетворяя потребности жизни, нежели рабствуя вожделению души, подчиняемся этой необходимости, должны как можно скорее спешить оставлять то, как дело, отвлекающее нас от спасительных занятий. И во время самопринятия пищи не надо отставать от этих занятий, ибо мы никак не можем отклониться от услаждения предлежащим яствам, если душа, приковав внимание к божественному созерцанию, не будет услаждаться в то же время паче любовью к добродетелям и красотой вещей небесных. Да и вообще все настоящее начинает быть презираемо, как тленное, когда кто держит взор ума неотлучно прикованным к благам нетленным и вечным, еще во время пребывания в теле, вкушая уже сердцем блаженства жизни будущей. Победив таким настроением похочево угодья и пространно питания, как не рабы уже поти, мы будем признаны достойными ступить в высшее противоборство, сразиться с нечистыми силами, которые обыкновенно вступают лично в борьбу только уже с победителями. Таким образом, подавление плотских вожделений оказывается неким солиднейшим основанием всех браний. Не победив своей плоти, никто не может законно сражаться, а кто незаконно сражается, не венчается. Хочешь ли слышать истинного борца Христова, сражающегося по законному правилу ротоборства? Внимай! Я, говорит он, тактику, не как на неверное, но как на верное, не так, чтобы только воздух бить, но смиряй и порабощай тело мое, что проповедуя другим, самому не оказаться недостойным. Видишь, как он в себе самом, то есть в плоти своей, как на твердейшем некоем основании, установил главное дело ротоборства, и весь успех борьбы совместил в одном измождении тела и покорении тела своего. Я, говорит, тактику, не как на неверное. Не течет на неверное тот, кто, созерцая небесный Иерусалим, имеет в нем неподвижную мечту, мету, кое ему должно неуклонно направлять скорое течение сердца своего. Не течет на неверное тот, кто, забывая заднее, простирается вперед, стремясь к предназначенной почести Вышнего звания Божьего во Христе Иисусе, куда устремляя всегда взор ума своего и куда спеша со всей готовностью сердца своего, с уверенностью взывает, подвигом добрым подвязался я, течение совершил, веру сохранил. И поскольку сознавал, как неутомимо, живейшим по всей совести рвением, тек след вани мастей христовых, песнь 1.3, и умершлением плоти, успешно одержал победу в духовном ротоборстве, то с несомненным упованием наводит, говоря прочее, «Готовится мне венец правды, который воздаст мне Господь в день оный, праведный судья». А чтобы и нам открыть подобную надежду воздаяния, если в подвиге того же течения будем подражать ему, прибавляет и не только мне, но и всем возлюбившим явления его, провозглашая, что в день суда и мы соделаемся причастными его венцу, если любя пришествие Христово не только, в котором он явится, и для нехотящих, но особенно то, в котором он всегда сшествует с святым душем, одержим победу в ротоборстве через умершление плоти. Об этом последнем пришествии Господь говорит в Евангелии, «Я и Отец мой придем к нему и обитель у него сотворим». «И еще все стою при дверях и стучу, и кто услышит голос мой, я отворит дверь и войду к нему и буду вечерить с ним и он со мною». Впрочем, апостол не один только подвиг течения, совершенный им, описывает, говоря, «Я бегу не так, как на неверное, что в особенности относится к устремлению ума и горячности духа его, которыми он совсем жаром последовал Христу». С невестой воспевая, «След тебе в ваню мира твоего течем» Песнь 1.3 «И еще при льпе душа моя по тебе» Солом 62.9 Но свидетельствует, что он и в другом еще роде ротоборства одержал победу, когда говорит, «Так подвизаю, чтобы не только воздух бить, но смиряю, умершляю тело мое и порабощаю». Что, собственно, относится к приболезненным трудам воздержания, к телесному пощению и измождению плоти. Тут он представляет себя бодренным неким борцом своей плотью, обозначая, что не напрасно давал ей удары воздержания. Но что через умершление своего тела успел стяжать торжество победы, когда, укротив его бичами воздержания и измождив ударами пощения, доставил духу победителю венец бессмертия и пальму нетления. Видишь законный порядок ротоборства, усматриваешь исход духовных состязаний, как борец с Христом, одержав победу над бунтовщицей плотью и поверши ее, как у подноги свои, как великий триумфатор, везется на победной колеснице. Не на неверное течет он, так как уверен, что скоро внидет во святой град небесный Иерусалим. Так подвизается в постах, то есть умершление плоти, не как воздух бьющий, то есть не как напрасно дающий удары воздержания, потому что он ими не пустой воздух, но духов злобы, вращающихся в нем, поражал через умершление своего тела. Ибо кто говорит не как воздух бьющий, тот дает разумеет, что не пустой и не порожний воздух поражает. Но вместе и некоторых сущих в нем, поскольку он, преодолев эти роды брани, то есть с телом, снова выступал, теперь украшенный многими победными венцами, то, естественно, стал подвергаться нападениям сильнейших врагов, восторжествовав над первыми из них завистниками, в благонадежи и начал возглашать, наша брань не против плоти и крови, но против начальств, против властей, и против миродержателей, тьмы века сего, против духов, злобы поднебесных. для борца Христова, пока он в теле, никогда не оскудевает случаи к получению пальм за ротоборство, но чем более возвышается он успехами своих побед, тем более сильный ряд ротоборств предлежит ему. Ибо после того, как победит он и покорит себе плоть свою, какие толпы супостатов, какие полчища врагов восстают против этого победоносного воина Христова, быв раздражены его победами, это, чтобы воин Христов, нежесть, покоя, мира, не стал забывать о славных боях своего ротоборства и, опустившись от бездействия, в чувстве безопасности от врагов, не потерял охоты и мужества оказывать победной доблести и достойной высших наград. Итак, если не умаляясь, а возрастая в силе и мужестве, желаем достигнуть высших победных триумфов, то и нам следует в том же порядке проходить бранные подвиги и сначала совершить то, в силу чего можем с апостолом говорить, так подвязаясь, чтобы не воздух бить, но смиряю и порабощаю тело мое. А потом, когда возьмем верх в этом бое, вступите в такой, по успеху, в коем могли бы опять с апостолом говорить, наше брань не против плоти и крови, но против начальств, против властей, против мироправителей, тьмы века сего, против духов злобу поднебесных. Ибо с этими мы никаким образом иначе вступить в ротоборство не можем, как после победы над плотью. И никогда не удостоимся мы испытать борьбу с духами, если все будем не излагаемы в борьбе с плоти и пораженные в состязании с чревом. И по справедливости будет нам сказано от апостола с укором, «Искушение у вас не постижит то, что и человеческое». То есть не иное у вас постигло искушение, как человеческое. Монах, желающий постигнуть подвига внутренних браний, пусть наперед такое назначит себе и держит предосторожность, чтобы прежде устава определенного и для всех общего часа подкрепления себя пищей, и при том вне трапезы, отнюдь не позволял себе принять что-нибудь из пищи или питья, какая бы приятность и сладость их не манила к тому. Но и по окончании трапезы да не попускает он себе дерзнуть на нечто подобное, хотя бы то в малейшей малости. Равно должно ему строго соблюдать время и меру сна, как уставам положено. И этого рода похотения с таким же рвением надо бы отсекать, с каким должным и отсекать движение блудной страсти. Ибо кто не мог подавить излишнее пожелание чрева, тот как сможет погасить рожение плотского вожделения. И кто не мог укротить страсти явные и малые, тот как возможно победить тайны, проторгающиеся без всяких свидетелей. Ни внешнего врага надо бы нам бояться, враг наш заключен в нас самих. Почему и ведется в нас непрестанно внутренняя борьба. Одержим мы в ней победу, и все внешние брани сделаются ничтожными, и все станет у воина Христова мирно, и все ему покорно. Нечего будет нам бояться врага совне, когда то, что есть внутри нас, быв побежденно, покорится духу. Не должны мы верить, что нам для совершенства сердца и чистоты тела может быть достаточен один тот пост, который состоит в воздержании от видимых яств. Нет, к этому должно присокупить еще и пост души, ибо и она имеет свои вредные яства, от которых отучнев впадает в обрывы сладострасти и безобилие телесное питание. Осуждение ее есть пища, и при том при приятная. Гнев также есть ее пища, хотя не так легкая, а подчас вредная и даже смертоносная. Зависть есть пища души, ядовито повреждающие ее соки, непрестанно мучащие ее несчастную счастливыми успехами других. Счастливее ее есть пища, которая на время услаждает ее приятным скушением, а после делает пустую, обнаженную и лишенную всякой добродетели и оставляет бесплодную и неспособную приносить плоды духовные. Исследователь не только лишает воздаяния за безмерные труды, но и привлекает большее наказание. Всякое походство неблуждания сердца непостоянного есть некое опасение души на своего рода пастбище, питающее вредными явствами небесного же хлеба и твердой пищи, делающие непричастную. Почему в святом пощении нашем, удерживаясь от всего этого, сколько сил есть, мы сделаем целесообразным и благоплодным соблюдение телесного поста, ибо утруждение плоти, быв соединено с сокрушением духа, представит приятнейшую богу жертву и устроит достойное его святости обиталище в чистых и благоукрашенных сокровенностях сердца. Но если постясь телесной, мы будем опутываться пагубнейшими страстями душевными, то никакой не принесет нам пользы измождение плоти, когда при этом оскверненными остаемся в драгоценнейшей нашей части, когда, то есть, мы бываем неисправны той части нашего естества, которая, собственно, соделывается жилищем Святого Духа. Ибо не плоть тленная, а сердце чистое соделывается обиталищем Богу и храмом Духа Святого. И так надлежит нам, когда постится внешний наш человек и внутреннего удерживать от вредных искушений, его особенно представлять чистым Богу.